Как и почему Казахстан поменял столицу? Что в переводе с казахского языка и означает «столица». Основные причины переноса столицы. Середина 90-х годов прошлого века была сложным временем для Казахстана как молодого государства. Экономическое положение страны оставляло желать лучшего. Сохранялась опасность возникновения конфликтов на межнациональной почве. По счастливому стечению обстоятельств Казахстану удалось избежать масштабных беспорядков и вооруженных столкновений. Но это не означает, что в республике не было и потенциальной угрозы. Хотя Казахстан изначально был более многонациональным, чем соседние республики Средней Азии с конца 1980-х годов, здесь также нарастал казахский национализм. С другой стороны, русское, особенно казачье население Северного Казахстана оставалось с точки зрения казахстанских властей крайне рискогенным фактором. Но и расположение старой столицы Алма-Аты властям не нравилось. Формально сторонники переноса столицы мотивировали свою позицию близостью Алма-Аты к государственной границе с Китаем, особенностями климата, сейсмоопасностью. На самом же деле, главной причиной переноса столицы страны были совсем другие факторы и соображения. К концу 1980-х годов в этнодемографическом плане в Казахстане наблюдалась неравномерность распределения населения. На юге и юго-востоке основную часть населения составляли этнические казахи, составлявшие более 50 и 60% в таких областях, как Зылординского, Гурьевская, Чемкенская и некоторые другие области. Для южных и юго-восточных областей Казахстана была характерна перенаселенность, вызванная высоким уровнем рождаемости и изначально большей численностью населения, тогда как северные земли страны выглядели куда более пустыми. К тому же на севере и особенно северо-западе страны казахи были в меньшинстве. Зато здесь проживало многочисленное русское и казачье население и примыкавшие с точки зрения казахов к русским народы – немцы, поляки, украинцы, евреи, татары, корейцы. Одно время на севере Казахстана даже хотели сделать немецкую автономию, причем в качестве ее потенциального административного центра рассматривали как раз цели наград – Акмалу. Руководство Казахстана панически боялось отторжения обширных северных земель, тем более, что подобные процессы происходили на всем постсоветском пространстве. Достаточно привести примеры Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Абхазии. Поэтому власти страны были заинтересованы в увеличении численности этнических казахов на севере страны. Однако, каким образом это можно было сделать? Самым оптимальным выходом было повышение привлекательности северного Казахстана для этнических казахов из других регионов республики. И здесь как раз идеальным вариантом и был перенос столицы из Алматы, располагавшейся на юге страны в какой-либо из североказахстанских городов. Первоначально в качестве потенциальной столицы рассматривали Павлодар. Однако затем казахстанские руководители решили, что он все же расположен слишком близко к российской границе. Историки, плохо представлявшие себе техническую сторону переноса столицы, просили остановить свой выбор на Улытау, районном центре Джасказганской области. Это объяснялось тем, что именно в Улытау находится географический центр Казахстана. Однако в Улытау был целый ряд своих проблем. От отсутствия железнодорожного сообщения до малого количества воды. Кроме того, в Улытау маленький райцентр. Вряд ли смотрелся бы солидно и привлекательно. Потребовались бы колоссальные ресурсы и очень много времени на то, чтобы превратить городок в достойного преемника Алматы. В конце концов, власти республики остановили выбор на Акмале. Ведь это был достаточно крупный город. Узел автомобильного и железнодорожного сообщения между югом республики и северными, восточными и западными областями. Кстати, о том, чтобы сделать Акмалу, называвшуюся тогда Целиноградом, в качестве республиканского центра, задумывались еще при Никите Сергеевиче Хрущеве. Правда, тогда Целиноград хотели превратить в столицу Автономной Целинной Республики, которую собирались вычленить из Казахской ССР. Но затем от планов по созданию Целинной Республики руководство Советского Союза отказалось. Не увенчались успехом и более поздние планы по созданию Немецкой Автономной Республики со столицей в Целинограде. Однако инфраструктурой Целиноград обладал очень хорошей. От транспортных магистралей до телефонной связи. От Акмолинска до Целинограда. О том, что Алма-Ата – русский город, до 1921 года называвшийся верным, известно всем. Но и новая столица Казахстана также была основана в процессе колонизации казахских степей Российской империи. В 1830 году был основан казачий форпост «Приказ Акмолинский», названный так по имени соседнего казахского поселения Акмол «Белая святыня». Вокруг форпоста довольно быстро стали селиться русские и казаки со своими семьями. Так возникло поселение «Казачий край», основателем которого был участник Бородинской битвы полковник Федор Кузьмич Шубин II. 16 июня 1863 года Акмолинскому укреплению дали статус окружного города, а 21 октября 1868 года он получил статус областного города, центра Акмолинской области. В состав Акмолинской области вошли округа области сибирских киргизов, Кокчетавский, Адбасарский, Акмолинский и часть полковых округов сибирского казачьего войска. В 1931-1936 годах через Акмолинск протянули железную дорогу на Карталы, Челябинская область, после чего город получил новый импульс к развитию. Однако подлинный толчок к превращению Акмолинска в современный город дало начавшееся при Никите Хрущеве освоение целинных земель. 20 марта 1961 года Акмолинск был переименован Целиноград, превратившийся в центр целинного края. В Целинограде были созданы крупнейшие в республике завод сельскохозяйственных машин ПО Целин Сельмаш, завод Казах Сельмаш. Развернулись грандиозные строительные работы. На пустующих землях выросли новые многоэтажные городские кварталы. Были построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, дворцы пионеров. В 1970-е годы власти Советского Союза всерьез задумались о возможности создания в составе Казахской ССР немецкой автономии. Но здесь вовремя отреагировала казахская партийная номенклатура во главе с первым секретарем ЦК КПКССР Динмухамедом Кунаевым. При поддержке республиканских властей были организованы акции протеста против создания немецкой автономии и в конечном итоге от этой идеи союзное руководство отказалось. В 1992 году, когда Казахстан уже был независимым государством, взявшие курс на дерусификацию, республиканские власти переименовали Целеноград в Акмалу. Столица по имени Столица. В переводе с казахского языка топоним Астана и переводится как Столица. Именно так решили официально переименовать Акмалу власти суверенного Казахстана в далеком уже 1998 году. Но решение о переносе столицы в Акмалу принималось раньше. В июне 1994 года Нурсултан Назарбаев окончательно решил, что из Алматы власть республики переедет в Акмалу. 6 июля 1994 года официальное решение о переносе столицы принял Верховный Совет Казахстана. А 10 декабря 1997 года был подписан президентский указ о переносе столицы в Акмалу. 6 мая 1998 года Акмала была переименована в Астану. А 10 июня 1998 года власти Казахстана презентовали город как новую столицу республики. После переноса в Астану в столице Казахстана начался бурный рост города, который стремительно развивался и вскоре превратился во второй по численности населения город Казахстана. В развитие Астаны вкладывались огромные средства, что способствовало и привлечению большого количества внутренних мигрантов со всех областей Казахстана. В результате, на фоне общей деурбанизации 90-х начала нулевых, Астана демонстрировала удивительные для Казахстана темпы роста. В июне 2017 года Астана официально получила статус города-миллионника. Ее население превысило 1 миллион человек. В 1989 году в Целинограде проживало всего чуть более 281 тысячи человек. Таким образом, численность населения города увеличилась в 4 раза. После превращения Астаны в столицу Казахстана, кардинальным образом изменился и этнический состав населения города. К 1989 году, когда Казахстан еще входил в состав СССР, 54,1% населения Целинограда составляли русские, еще 9,26% украинцы, 2,92% белорусы. Таким образом, на восточных славян приходилось 66,28% населения города, две трети его жителей. Еще 6,72% населения города составляли немцы, почти 1% поляки, 3,32% татары. Что касается этнических казахов, то в Целинограде они к 1989 году составляли лишь 17,71% населения города. Узбеки, Киргизы, Уйгуры, в других областях Казахстана, бывшие весьма внушительными меньшинствами, в Целинограде также имели ничтожную численность. 0,23%, 0,03%, 0,02% населения соответственно. Таким образом, в 1989 году Целиноград в этническом отношении был преимущественно русским и русскоязычным городом. Но за 30 лет казахстанской независимости ситуация изменилась до неузнаваемости. По данным 2018 года, этнические казахи составляют 78,18% населения Астаны, абсолютное большинство. Русских в городе теперь лишь 13,41%, а немцев около 1%. Сыграли роль и эмиграция в Россию, немцы уехали в Германию, и естественные причины в силу невысокого уровня рождаемости. Но главным фактором изменения этнодемографической картины, конечно, стала внутренняя эмиграция в Астану казахов из других областей Казахстана. На ее фоне сократилась численность украинцев, белорусов, татар, башкер, но выросла численность узбеков, киргизов, уйгуров. За 30 лет Астана превратилась в своего рода в витрину современного Казахстана. Когда хотят продемонстрировать благополучие Казахстана, особенно в сравнении с соседними среднеазиатскими республиками, одним из первых доказательств становится процветающая Астана. Нур-Султан 20 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жамарт Такаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нур-Султана Абишевича Назарбаева. В переводе с арабского Нур означает свет, а Султан – власть. Переименовывая столицу новой главы государства, тем самым хотел выказать особое почтение своему предшественнику Нур-Султану Назарбаеву. Предложение о переименовании поддержал парламент, после чего 23 марта Такаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Что интересно, жителям города не только официально разрешили и далее именоваться астанчанами, но и позволили не именять документы в связи с переименованием города, оставив юридическую силу всех документов, в которых в качестве места рождения регистрации фигурирует Астана. Конечно, переименование Астаны в Нур-Султан вызвало иронию, особенно за рубежом, но в самом Казахстане это событие прошло без особых эксцессов, если не считать нескольких малочисленных пикетов, да и публикаций в оппозиционной прессе. Илья Полонский специально для военного обозрения. Как и почему Казахстан поменял столицу?